Итак, всем привет, с вами Добгейм, и мы продолжаем играть за Британский союз в Кайзеррайх. В прошлой серии мы тут разбили Рейхспакт, остальные, по крайней мере, силы. Остались еще здесь, я так полагаю, вот это бывшее странное Рейхспакта, но фактически достаточно капитулировать в этом Бразилию, и они все тоже должны сдаться. Но у нас все еще есть Тантанта, которую надо уничтожить. Собственно говоря, там Индия бесконечные потери несет. И, кстати говоря, наконец-таки начинает проигрывать, а наша Индия наконец-таки выигрывает. Эта война идет очень долго, я надеюсь, она побыстрее закончится. Но, тем временем, готовимся высаживаться в Канаду. Параллельно, может быть, мы попробуем, может, все эти армии все равно, что они поместятся, попробуем высадиться либо в Бразилии, либо во Франции, в Северной Африке. Собственно говоря, посмотрим, как пойдет, но пока готовимся к выставке в Гренландию. Поехали. Ну, не тут-то было. Получили мы тут секретное сообщение, что Россия вот-вот у нас нападет. Следовательно, пока что нельзя нам подводить все силы. Я здесь отводил силы в Португалию. И одни у меня силы в Скандинавии. Стоит, наверное, подумать о том, чтобы вернуть одну армию из Испании и отправить ее на Восточный фронт. Кроме того, наши резервы тоже можно подразвернуть и куда-нибудь отправить будет. Я длилеру был тут между делом в Фландрии, но, скажем так, французы. Полусы Барионет, а ну или Нидерланды съедят. Так даже, наверное, будет чуть-чуть получше. Здесь у нас войска практически все на позициях, авиация на позициях. Можем начать потихоньку Португалию добивать. И у нас, наконец-таки, отплывают в Гренландию наши морпехи. Здесь мы Нарафига добиваем, здесь мы добиваем Португалию. Пожалуй, я захвачу вот эту базу здесь, но не буду начинать сюда высадку. Либо буду начинать высадку только одной армии, не буду поддерживать никакой другой. В принципе, может, одной даже против Канады и хватит. Плюс-минус. Посмотрим. Потому что здесь у нас большая угроза в виде России. И Россия реально мощная, и если я недооценивать. Ну вот и Россия напала на Польшу нашу. Соответственно. Ну вот, где там призыв? Вот оно. Париж против Москвы. Вот оно. Собственно говоря, теперь надо резко начинать думать о том, что мы будем делать на Восточной фронте. Если говоря, наши союзники здесь еще Сардинию захватывают, что очень неплохо. Я очень рад, что они сделали это сами. И еще один фактик. У России в Вальянсе еще есть Сербия, Албания и Греция. Значит, нам нужно юг сейчас как-то срочно будет прикрыть. Наши марионетки здесь без армии. Это неприятно. Вот Португалия сдалась. Здесь остались только небольшие силы союзников. Собственно говоря, сейчас мы от них и избавимся. И отправим эту армию также на Восточный фронт. И я решил все-таки отвезти свою армию морпехов. По крайней мере, нужно здесь порешать вопросики, так сказать. Такие у России очень много дивизий. И следует сначала здесь со всем справиться. Так, что можно сказать про Восточный фронт на данный момент? Мы продвигаемся достаточно уверенно. Но на самом деле очень медленно все еще. Потому что у нас какие-то войска все еще доходят. Со снабжением здесь так себе, честно говоря. Ну и из-за этих проблем, как бы, такая ситуация. Наши танки, допустим, вообще здесь не имеют топлива. И даже я не очень уверен, куда их стоит отправить, чтобы... Но у них там было. Потому что они очень жестко нагружают припасы. Попробуем их отправить сюда. Ну и понадеюсь, что там станет все получше. Начал я уже еще параллельно для них исследовать обеспечение. Возможно, в пивоту я тоже везде их сцепихну. Так, смогла наша армия на юге здесь капитулировать советников России. Потихоньку здесь мы продвигаемся. Уже у Петрограда. Здесь, под Москвой. Со снабжением начинаются опять проблемы. Что с этим делать? Да, ничего, наверное. Типа... Я переключился на секс еще раз, чтобы все точно были с... С наибольшим количеством, собственно говоря, грузовиков для снабжения. Но не думаю, что это сильно поможет. Тем временем Россия здесь как-то умудрилась какие-то даже территории забрать. Но это все смешная попытка. Так что мы... Перехватываем их еще с конвою здесь. Оставляем их без снабжения. И просто добиваем. Собственно говоря, все как обычно. И тем временем проходим дальше здесь. Потому что, чтобы капитализировать Россию, нужно будет охватить очень много территорий. У них 100% поддержки войны. Вот мы взяли Петроград. Плюс потихоньку практически выбили здесь войска. В России сколько здесь уже потери? 1,67 миллиона. Потихоньку кончаются русские люди. И недолго мы ждали падения Москвы. Вот и она тоже пала. Ну и теперь осталось просто красить Россию, пока она не сдастся. И я решаю также, что вот эту морскую ход можно уже отправить. В принципе, готовить выездку в Канаду. Потому что здесь они уже не сильно пригодятся. А тем временем наши друзья из США добили одну из сторон. И у них осталось буквально разбить еще одну. Ну, тут уже космическая промышленность. На самом деле, меня это очень радует. Хотя, вряд ли они уже успеют повоевать. Честно говоря. А мы тем временем начинаем выездку в Канаде. Начнем здесь встречаем. Канадский флот. Стоит его постараться потопить. Я не могу понимать саму битву непосредственно. Ничего, поможем здесь выездки. Собственно говоря. Вроде все здесь окей. Это отдельная страна, я захочу. И здесь мы захватим, собственно говоря, уже плацдарм для поршения в Канаду. Ну, вот так. Все тоже отлично вроде. Ну, так мы и не поймали вроде основной флот. Ну, ничего. А вот теперь поймали. Они на нашей подлодке согрелись. И теперь за счет этого пойдут на дно. Собственно говоря, полностью, я так подозреваю, весь боевой флот. Ну, где-то какие-то резервы у них есть, как будто, но реально уже не повоевают они. Здесь пришло момент, что американское содружество победили. Но еще не победили. Видимо, там какой-то триггер не справились сработал. От того, что они перемирие брали с Тихоокеанскими штатами. Кстати говоря, в Индии, конечно, закончилась война. И наша коммуна осталась единственным индийским государством. Что, конечно же, прекрасно. Ну, и параллельно Россия потихоньку красится. Но медленно, конечно, медленно. Интереснее то, что США вот это вот тоже в войне с Канадой. Значит, что мы побыстрее ее закрасим. Но что-то перетягивать пока все равно нет возможности. Так что выездку вот сюда будем планировать отдельно. Забавно, доминион от Канады с США замерились. Это, видимо, была интровенция Канады в США. А затем был ивент на то, чтобы, собственно говоря, подписать перемирие. Но из-за этого у нас войска здесь... Здесь территории передавали США, и у нас войска из-за этого здесь оказались в окружении. Но мы сейчас порт возьмем, в принципе, станет нормально. Но, конечно, ситуация временная была неприятная. И вот мы, наконец-таки, приблизились к капитуляции Канады. Тут очень узкий проход был для того, чтобы захватить территорию Канады. Но, тем не менее, мы дошли и успешно захватили. Собственно говоря, остается у нас здесь Францию. Теперь что-то сделать с ней. Вот этот порт нам достался от Португалии, которая капитулировала буквально только что. Мы ее захватили. И теперь просто завезем сюда войска под недовольство французов. Норвегию мы, конечно же, сделаем марионеткой. А вот острова, пускай будут под военной оккупацией. Здесь я свои войска отвел по той причине, что здесь везде было... У них ноль организаций из-за нехватки снабжения. И толку от них здесь было вообще ноль. То есть они просто из-за того, что и соединники сюда наприводили. И я. Снабжения не было, было просто шесть. Поэтому я одну армию увел, вторую перевел во Францию. А третью оставил, потому что на вот эту армию по центру снабжения еще хватало. Хотя сейчас я вижу, что уже начинает даже на нее не хватать. Ну, посмотрим. Тем не менее, наступаем в Африке. Здесь у нас тоже соединники в Марокко высадились. Попозже я встал в Северной Африке, в Алжире. Вот этой армии, как только закончу с Канадой. И в принципе мы вот вот капиталируем Антант. В принципе, Содружество уже капиталировало. Не успела я довести своих морпехов. Как Франция здесь, да и другие силы, свои выставки отправили. Вон Алжир уже взяли. Так что Ишка очень даже неплохо справился сам. Задушим мы эту Россию. Да очень, или скорее Россия душит нас своими размерами. Очень долгая эта война. Мне кажется, из всех стран здесь Россия капиталирует последний. Потому что пробиваться без снабжения здесь очень-очень медленно. Потому что здесь капиталируют вот-вот. Франция капиталирует вот-вот. И реально останется Россия. А вот закончилась война в США гражданская. Я рад. Теперь у нас еще один дружок есть. Правда, он не будет пока что в Антанте. Да и в принципе я не думаю, что он успеет хоть как-то помочь. Но как минимум нам не придется самим захватывать США. Потому что они уже придерживаются нашей идеологии. Хоть они стоят в Альянсе. Кстати говоря, можем не готовить выстку, а просто привезти сюда войска. Потому что фронт уже готов. И вот-вот мы капиталируем последнюю члену Антанты. Вот это и произошло. Крах Антанты. Собственно говоря... Союз распался. Пофиг, по своему арене есть кто угодно. Из-за этого, я так полагаю, нам придется каждого капитулировать поодиночку. Это неприятно, конечно. И Франция здесь тоже капитулировала. Я тоже дал. Пускай там ребята делят как хотят. В принципе, это уже не имеет разницы. И... Блин, с этой стороны покапитулировать бы тоже. Я даже вижу, что мы это можем сделать. Нужно будет еще помочь как-то Бразилию капитулировать. Но все в свое время. Этот чудесный момент подходит. Россия 99% капитуляции. Вот бы он только наступил чуть-чуть побыстрее. И Казельнбург мы тут даже взяли. Все, что можно по военным очкам мы здесь взяли. Нужно просто еще чуть-чуть набить провинции. Везде, где только можно. 1% и будет нам счастье. И затем останется лишь подобивать всякую мелочь. Наконец, этот момент настал. Мы можем наконец-таки закончить эту ужасную войну. Пожалуй, вот это я замряничу сам. А остальное пускай там заеденчики разбираются. И примерно так вот выглядит мир после раздела. Плюс решение по созданию новых стран. То есть мы делали Игославию, Албанию. Поделили примерно по равному территории между Грецией и Болгарией. И вот так вот выглядит, в принципе, бывшая российская территория. Вот так вот выглядит Африка у нас. Здесь мы сейчас подобиваем на юге. Тоже капитулируют. Тоже там выделяем что-нибудь. Нужно добить будет еще Бразилию. И вот здесь вот Ост-Азию. Этим мы, я думаю, займемся сразу же после капитуляции Африки. Скорее говоря, французы здесь сами начали выставку в Бразилию. Тоже мне очень приятно. Не пришлось мне тратить свои усилия на это. Бот очень неплохо себя показывает. Значит, я постараюсь вот этой своей морской армией высадиться как раз-таки в Ост-Азию. Я еще начинаю с запада вступление своей армии, которую я сюда тоже подогнал, чтобы ускорить, собственно говоря, капитуляцию Бразилии. Вот ее капитулировало. Ну, чуть не хватит, чтобы сразу ее захватить, поэтому один ход придется пропустить. Ну, так мы ее капитулируем. И начинаем планировать вторжение в Ост-Азию. И вот мы поплыли из Мадагаскара прямиком в Сингапур. Не очень уверен, сможем ли мы так просто пробить его. Но, я думаю, с поддержкой морского вторжения, в принципе, шансы у нас есть. Я не успел высадиться, как французы только что на ваших глазах, и моих попытались сами туда высадиться. Эти французы просто next level. Они делают то, что я бы делал на французе. Мне очень приятно. Хотя, конечно, они не преуспели. Но вот я сейчас постараюсь преуспеть. Входим мы наш флот, чтобы он показал поддержку с моря. Ну, я думаю, пробьемся. Ну да, пробиваемся. Сразу же здесь помогаем Сингапур пробить. И ура! Мы высадились. Достаточно много здесь, на самом деле, в Германии войск, но мы пробиваемся неплохо. Все равно. Можно даже сюда каких-то там бомбардировщиков закинуть. Ну что, почему бы и нет. Ну, я не уверен даже, успеют ли они отлететь. Хотя, наверное, успеют. Вот так и подлятся до аустазии. Дадим захватить ее кому угодно. Нам не сильно это интересно. И осталась Бразилия, последний наш противник. Я вам отвечаю. Они просто крадут мои планы. Мои войска здесь готовили высадку. И, как вы можете видеть, подъезжали вот сюда, чтобы высадить с Фрио-де-Жанейро. И французы взяли и просто высадились туда. Они что-то знают. Искусственный интеллект что-то знают. Бразилия вот тут скапиталирует. Опять же, мне теперь не нужна эта высадка. Ты не успел сделать тебе перевеев французов по той простой причине, что у меня войска все еще возвращались из Ост-Ин... Ост-Индии? Наверное, да. Ну, теперь можно просто их сюда перебросить, сначала атаковать и добить уже этот форскор. И вот оно. Собственно говоря, пускай кто-то не забрянетит. Не сильно важно, кто. Франция. И вот так вот выглядит. Ну, давайте подождем, пока они решения все прожатут. Вот теперь вам сказать, что вот так вот выглядит мир в конце нашей кампании. Так, кстати, все-таки вступили, наконец-таки, в интернационал. Большая часть стран марионетки моей или Франции. Не с нами. Тут только часть африканских стран. Плюс азиатская еще есть здесь альянс. Но он очень незначительный. И я не думаю, что стоит тратить время на его захват. В принципе, интернационал победил в мире. Так что пора заканчивать партию. Получилась она очень коротенькой. Но, тем не менее. С вами был Допгай. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok